Всем доброго дня! Это подкаст «Найти живым» проект о поисках и человеческих судьбах. Совместный проект портала Оренбург Медиа и поисково-спасательного отряда Оренспас. Мы рассказываем вам, что делать, если пропал близкий, даем советы взрослым и детям, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, как выходить из трудных ситуаций. Знакомим с работой поискового отряда и с ребятами, для которых поиски стали частью жизни. Я Ирина Зацепина, редактор спецпроектов Оренбург Медиа и координатор поисково-спасательного отряда Оренспас. И сегодня у меня в гостях координатор нашего отряда Анастасия Скворцова. Настя, привет! Всем привет! Анастасия – это человек из моей прошлой жизни. Было время, когда я работала учителем в школе, а Настя была моей ученицей. И вот как-то раз, вдруг, зайдя на нашу страничку ВКонтакте, я вижу, что очень симпатичная девочка просится к нам в отряд. И не верю своим глазам, потому что понимаю, что эта Настя, она, в общем-то, не очень изменилась со школьных лет. Я ее узнала сразу и была приятно очень удивлена. Настя, а как ты попала в Оренспас? Все, на самом деле, банально. Увидела по телевизору. Есть такой канал ТВ-3, есть у них проект «Вернувшиеся». Там основная часть, конечно, рассказывается про поиски или заалерт, но и в том числе несколько передач было про Оренбург и Оренспас. И зацепила, очень зацепила. И захотелось прямо стать именно частью команды. Захотелось вот эти эмоции, которые переживаешь при просмотре, особенно когда находят человека живым. Это, мне кажется, незаменимые эмоции. Вот захотелось именно попробовать. Я подавала заявку в Прозапас, но как-то вот там в Прозапасе же долго все это происходит. И настояла на личной встрече с Григорием Петренко, руководителем отряда. То есть проявила инициативу, поэтому достаточно быстро попала в основной состав актив. И получается, сколько лет ты уже в отряде? Ну вот в ноябре будет три года. Три года. Ну это достаточно большой срок. И за три года, в принципе, ты, наверное, попробовала себя во всех ипостасях. Ну я бы сказала, да. И по лесу ходила, и координировала, и информацию собирала. Вот сейчас за какое направление в отряде ты отвечаешь? Ну изначально я была прозвонщиком, так и остаюсь. Мне это нравится, это мое. Общаться с родственниками, собирать информацию, поддерживать связь с ними. Помимо этого, я сейчас занимаюсь ребятами из Прозапаса, я являюсь куратором, обучаю ребят, чтобы кто-то из этих ребят в дальнейшем стал действующим поисковиком. Ну мы немножко поясним. У нас есть группа, тоже ВКонтакте, беседа, я бы так сказала, в которую, в принципе, мы добавляем всех желающих оренбуржцев, которые хотят заняться тоже поисковой деятельностью, попробовать себя в роли поисковика. И у нас там достаточно... Сколько там сейчас человек у нас? Ну, если говорить именно о тех людях, которые проходят обучение, их сейчас 20 человек. А в Прозапасе их там... Ну много. Много, да, их больше 60 точно. И, как правило, у нас мы приглашаем ребят на поиски, если есть необходимость в массовых поисках, и уже кого-то берем сразу, потому что вот прям увидел и понял, наш человек. Кто-то, как Булат, например, 5 лет, он до сих пор хихикает, что мне 5 лет в Оренбуржу спас не брали. Сейчас ребята достаточно активизировались из Прозапаса, и вот за последние несколько городских поисков принимали участие достаточно активное. Ну, человека 3 точно, то есть они прям пытаются быть полезными, прям рвутся в бой. Ну, это хорошо, похвально. Ну, это да, кто-то задерживается, кто-то не задерживается, потому что сменяемость у нас все равно определенная какая-то есть. Ну, так, общий состав у нас где-то порядка, наверное, таких активных, ну, человек 50, да? Ну, вообще сам актив у нас 61 человек, но там в поисках принимают, конечно. Да, кто в декрете, кто уехал, ну, помогать можно, в общем-то, по-разному. Ну, кто-то дистанционно помогает. Вот, кстати, очень хотелось мне, чтобы ты рассказала о последнем поиске. Поиск изначально по заявке, казалось бы, должен был быть таким лесным, водным, да, природным, а оказалось, что человеку удалось найти посредством интернета, причем, ну, наверное, в течение трех часов понимание появилось, где он находится. Расскажи, пожалуйста, про этот поиск. К нам поступила заявка от изолерт, так как мужчина проживает в Орнбурге, а его внучка, она была в Санкт-Петербурге, соответственно, там подала заявку. Затем она вот приехала в Орнбург сама тоже искать его. Мужчина пятого, если я не ошибаюсь, Юля, уехал на рыбалку, причем об этом никому не сообщил, и как-то вот он не позаботился о том, чтобы у него был заряжен хорошо телефон. То есть по камерам увидели, что он рано утром уезжает. Внучка сообщила, что он рыбак, он любит рыбачить, и в основном направлении это река Сакмара, либо Буртя. Да, еще надо отметить, что подводная охота, не с удочкой. Вот, тем более, да. Учесть, что сейчас у нас такая проблема с водоемами. С водой, и мужчина старше 60 лет. И сообщила также о том, что ранее он принес три неподтвержденных, правда, инсульта, но тоже не любит обращаться к медикам. Естественно, у нас во главе были разные уже мысли, что либо утонул, либо, возможно, случилась какая-то беда с здоровьем. Уже как-то вот даже не надеялись, что в порядке, по крайней мере, да. И один из наших соотрядников, вот что значит информационный поиск, раскидал фотографии у мужчины по рыболовным этим всяким чатам, группам. Он сам тоже подводный охотник. Да, и его узнали один из егер, если я не ошибаюсь, также рыбаки, видели, что такой-то мужчина на такой-то машине при въезде в село Кручковка просил помощи. То есть он там, как оказалось, был в сервисе какое-то время. Автомобиль сломался. Да, но мужчина, когда нашёлся, как утверждает внучка, то есть он ещё, у него там опять был очередной инсульт, видимо, и он не совсем понимал, что с ним происходит, поэтому он не попросил помощи. И когда мы сообщили его местоположение возможное, да, и туда приехала внучка, увидели, что да, действительно, он находится на заправке, целый день заряжал аккумулятор. Ну, и вот накормили, насколько я знаю, люди, но они не понимали на тот момент, что этот человек нуждается в помощи. Да, он немножко при термо уже не был. Да, то есть вот вообще, конечно, таким вещам нужно быть внимательным, может быть, не сразу, понятно, но он еле разговаривал, если честно, вот как вот она объяснила. Он с трудом говорил, она сейчас нам очень благодарна, потому что, ну, неизвестно, сколько бы он ещё скитался в таком состоянии. Ну, возможно, ему понадобилась потом медицинская помощь. А ты помнишь свой первый поиск? Конечно, помню. Опять же, это был ноябрь, я буквально, наверное, несколько дней была в отряде. На дачах потерялся мужчина лет, наверное, 60, он страдал деменцией, он ушёл в одних тапочках и в одной пижаме. Приметный? Да, приметный, но, к сожалению, мы вот в этот день, когда его искали, не нашли, потом его нашли погибшим. Запомнился мне этот поиск, так как у меня не было фонарика, был фонарик на телефоне, и когда соотрядники увидели, что я таким способом пытаюсь найти человека, они, конечно, повеселились, но просто в дальнейшем меня вооружили хорошим фонарём. Ну, это повеселило. Ты знаешь, у нас случаи разные бывали. На первых поисках, я помню, у нас Танюша пришла, мы где-то в посадке лазили и по теплотрассе, так она пришла, девочка очень красивая и стройная, наверное, вот на таких каблуках, не знаю, там сколько, 7 сантиметров, и в юбке мы говорим, Танечка, как же ты? Ну, а потом понятно, что сейчас у нас есть строгие правила, если человек одет не по форме, то, соответственно, на поиски он не выходит, потому что должна быть соблюдена техника безопасности. Ну, всё приходит с опытом. Всё приходит с опытом. Вот ты как считаешь, ты сейчас уже опытный поисковик? Ну, в какой-то области, да, но есть много чему ещё учиться, развиваться, есть желание. Я бы, конечно, хотела бы усовершенствоваться в плане координирования. Ну, вот я хочу рассказать про Настю сама. Настя, да, она отличный прозвонщик, она чётко работает с информацией, она координировала поиски, но, наверное, небольшие, да? Да. Такие в основном небольшие городские поиски, очень хорошо координировала, и Настя меня, конечно, поразила, просто до глубины души поразила в этот паводок. Это были первые дни. Мы тогда ещё не совсем понимали, что это такое, и после СНТ наших небольших, то есть это не дубки были, это ещё вот снег сходил, и где-то там что-то подтапливало, когда мы ещё там собачек отвязывали. Когда мы приехали в Краснохолм, я, конечно, не то что потерялась, я была в лёгком шоке, потому что это была ночь, это была вода, это было огромное количество каких-то не очень трезвых людей, стоящих на берегу, какие-то не очень трезвые люди там на резиновых лодочках с весельками пытались куда-то грести. У меня сначала был культурный шок, потому что я не увидела ни сотрудников полиции, ни сотрудников МЧС, я никого не увидела, и я подумала, боже мой, а что мы вообще будем делать? А мы приехали на смену экипажу первой группе, но ребята работали в другом месте, и, в общем-то, мы даже приехали ещё без лодок, то есть наши водолазы были на месте, и с нами приехал доброволец Макс, который сейчас в отряде. По-моему, Макс тоже немножечко так подофигел от ситуации, когда что лодку-то распадывать, я говорю, Максим, давай, да. И дальше, когда, значит, мы уже прибыли на другую базу, с другой стороны, там просто заплывали с двух сторон, конечно, вот этот шок, это заль, это и село, какие-то волны, темнота, причём как бешеное течение, какой это ужас. И когда уже сотрудниками МЧС со штабом встретились, поняли, что надо ставить людей с этой стороны и с той, когда уже началась нормальная координация, и я говорю, ребят, я остаюсь здесь, кто пойдёт на ту сторону, там надо как-то организовать местных, чтобы мы передали заявки, потому что на разные улицы можно было заплывать с разных мест. Настя вызвалась. Это, конечно, герой вообще, потому что там до определённого момента не было вообще никому ни МЧС, и она одна с девчонками там, с местными, которые были трезвые две, да, и имели информацию, и они вот с этими девчонками начали отправлять Макса нашего, появились потом ещё тоже хорошие нормальные мужики на лодках трезвые. И у нас вот так началась вот эта координация в этой ночи, и я, конечно, поразилась, когда уже сотрудники МЧС, сидевшие в штабе, ну, там достаточно высокое начальство, своим на том берегу говорили, подойдите к Насте, она научит вас работать. Ведь это вот просто, конечно, человек, который собрался, а девушка нежная, скромная, и она так всех построила, подровняла и начала координировать. Это, конечно, будет нам о чём вспомнить в старости, да, Настя? Да. И я знаю, что есть у тебя ещё один поиск, который ты очень хорошо помнишь, и который тебе дорог. Как мне этот поиск тоже очень в душу запал, когда бабушку мы искали. Вот расскажи, потому что меня ещё не было, когда вот ты всё это начинала. Вот расскажи о нём. Ну, этот поиск очень такой эмоциональный. Я была и прозвонщика, получается, в этом поиске, и потом была на связи с бабушкой. То есть нам поступила заявка от внучки, что бабушка с деменцией каким-то образом нашла выход из дома, хотя её запирали, ушла, и где-то упала в кустах, лежит и не может встать, и не может сказать, где она именно лежит. У неё был новый кнопочный телефон. Она единственное, что могла, это принимать звонки, только научилась, видимо, нажимать на вот эту кнопочку. Когда выехали ребята, это причём была осень, если я не ошибаюсь, это ноябрь. Осень, да. Уже было холодно, были заморозки, да. И бабушка нам пыталась объяснить, где она находится. Но в силу того, что у неё периодически были такие моменты, что она забывалась, ей казалось, что она находится чуть ли не в детском возрасте, что у неё там родители живы. И, соответственно, она нам и давала такую информацию. То она нам дала чётко понять, что она в Кузнечном, мы туда с Булатом бегом поехали, свистели, сигналили, спрашиваем бабуля, ты слышишь? Бабуля нам отвечает, да, я слышу. Потом чётко бабуля дала понять, что она находится в Овчинке, потому что она жила там рядом с железной дорогой, что она слышит эти поезда, которые проезжают. И то есть мы вот метались туда-сюда огромными экипажами, то в одну сторону, то в другую сторону. То бабушка описывала дом, который она видит, какие-то ворота зелёные, что вот она его видит. И мне очень нравилось, как у неё чувство юмора, мне кажется, потому что ей звонишь, она, Настя, ну где вы ходите? Ну когда вы уже придёте, что я тут лежу вообще? Мы пытались, конечно, бабуле уговорить хотя бы попытаться подняться, схватиться за какую-то ветку, может быть, за что-то вот в округе, что есть, чтобы она хотя бы приподнялась и увидела, что вокруг. Потому что было темно, и мы пытались спросить, видит ли она, какие-то фонари хотя бы, свет какой-то, потому что понять, насколько далеко она находится от жилого массива. Бабушка отвечала, что она не видит ничего, и никак сориентироваться она не могла. И вот всё это время мы были на связи, затем хотели попытаться отправить ссылку, смс-ку, чтобы бабушка нажала на неё, и мы точнее определили, где она находится. И в этот момент у неё садится телефон. Это для меня было прям вот, я даже немножко всплакнула, потому что я переживала, что если сейчас сядет телефон, и мы бабушку не найдём, ну в ближайшие сутки она просто замёрзнет. Что мы бабушку не найдём? Да, что мы в принципе уже потом живой, что мы её не найдём. И получается уже была поздняя ночь, мы разъехались, потому что люди выдохлись, нужно было заново утром приезжать, продолжать поиски. Мы пытались также решить вопрос с тем, чтобы запустить квадрокоптер. Ну там спасатели остались, не все разъехались, то есть экипажи менялись. Так как РЖД, там были определённые запреты, можно ли квадрокоптер запускать, но всё-таки там я как-то пыталась с руководством этот момент уладить, можно ли всё-таки хотя бы запустить птичку посмотреть. Нам, кстати, разрешили всё-таки на следующий день какие-то участки просматривать, это не давало результата. И наконец-то, когда уже всё-таки из полиции посмотрели камеры, и пока не увидели... Наконец-то, да, оказалось, что мы вообще не там искали. По идее, да, если бы это всё было раньше, то ничего бы этого так долго бы не затягивалось. И по камерам мы увидели, что бабушка переходит в железнодорожное полотно. Да, да, и затем там в течение, по-моему, двух часов уже бабушка была найдена. Да, и потом... Она откликнулась сама, ведь откликнулась. Это прям чудо. Сопоставили... Нет, Настя, мы нашли её вечером, мы сапога... Уже темнело, мы просто сопоставили то, что она ещё говорила, тут локомотив. И когда с внучкой говорили, она говорит, слушайте, ну какой локомотив? И потом внучку осенило, говорит, там написано СНТ-локомотив. И тогда мы уже вот пошли по следу, уже, по-моему, сотрудники полиции снялись, основная масса. И прям по следу, по следу, по следу уже стемнело. И она дозвалась. И услышала её голос. Да, к сожалению, вот меня в тот момент не было, потому что, ну, дома нужно было находиться с детьми. Когда мне позвонили, сказали, что Надя нажила, я была просто счастлива. Я была очень рада, на самом деле, когда рассказали, что у неё просто, ну, перехолождение даже несерьёзное. То есть её, насколько я знаю, даже в больницу не забирали. Да, нет, нет, там знаешь, как было? Там было очень интересно. Я сначала взрыднула, потому что мне Анна Кина кричала издалека. Нашли, нашли, я бегу, а я гражданским рацию отдала. То есть я была без рации, но я поняла, что нашли, я подбегаю, я говорю, Настя, что она, как-то, жива? Я говорю, да ладно? Ну, в общем, там быстренько, и она, в общем-то, как оказалось, не очень-то и далеко была. Её быстро подъехал Пинк Флойд, её на машину, скорая подъехала. И потом получилась такая ситуация, что мы, когда её в машине везли, то есть она разговаривала. И такая, мне показалось, даже боевая была, несмотря на то, что, получается, она там ночь прилежала и день прилежала уже к ночи. Чайку ей, значит, пытались из термосочка плеснуть. Она говорит, ой, этот, говорит, холодный, я горячий хочу. А там же рядом троллейбусное управление ларёк. И сосед ей принёс прям кипяточный такой чай горячий. Мне ещё только понравилось, вот она вроде с деменцией. А она ей говорит, потому что не помню, как его зовут там, это Вадик, что ли, татарин, сосед наш? А внучка плачет, говорит, да, бабуль, он, он, Владик. И она говорит, вот, я всегда говорила, у татар такой чай вкусный. И я не знала, тут уже то ли плакать, то ли смеяться. Бабушка вообще с чувством юмора. Юморная, да. Повезли её на скорой, скорая её, значит, осмотрела, повезли они её. Ну, мы уехали, и внучка мне потом звонит, говорит, привезли в одну больницу. А у неё, говорит, ну, была пониженная температура, переохладилась. Она говорит, привезли в одну больницу, у неё, говорит, давление 120 на 80, температура 36,6. Она говорит, ну, мы вас куда возьмём? Везите там в другую какую-то. Повезли тебе тоже, говорит, у вас показаний нет. И, в общем, она в итоге, говорит, можно мы домой её заберём? И она, говорит, я бабулю, говорит, накупала, говорит, в горячей ванной. Она, говорит, съела две тарелки борща и, говорит, счастливая, говорит, спала, говорит, всю ночь не просыпаясь. Вот, конечно, такая просто классная история с таким хорошим концом, да, когда вот такие поиски всегда жить хочется. Потом мы на связи были с внучкой, я её потом встречала случайно, она обнимала, как самых разных людей. Да, уже как родные становились с некоторыми родственниками. Мы здесь разговаривали, ну, тоже узнавала, как здоровье бабушки. То есть вот к нам, на самом деле, очень тёплое такое отношение. Мы будем, я думаю, периодически узнавать, как там наши бабули поживают. Настя, но ведь бывают поиски, которые заканчиваются не так, как нам хотелось бы, а бывают те, которые вообще не заканчиваются. Вот я знаю, ты такой человек тонкий, ранимая душа, очень всё переживаешь. Вот как ты справляешься с тяжёлыми поисками, когда либо человек находит погибшим, либо человек вообще не находит. У каждого есть свой рецепт. Вот у тебя какой? Первый такой сложный поиск – это был поиск в Сорочинске, поиск у Василисы. Действительно, этот поиск очень серьёзно переживала. Ну, я на дня три вообще разговариваю, даже ни с кем не могла, просто не было желания. Но потом ты себя просто понимаешь, если ты будешь так продолжать это всё настолько через себя пропускать, ты просто не сможешь вообще что-то делать потом. И ну как-то вот дала себе такую установку, что ну так нельзя. Настолько, до такой степени пропускать всё через себя нельзя, потому что тебя потом просто не хватит. Ну ты не сможешь делать ничего. Но этот поиск запомнился, да, очень так тяжело. Это был тяжёлый поиск, потому что мы всё-таки, ну, по крайней мере, не знаю, как остальные, но я до последнего почему-то надеялась, что ребёнок жив и ходила, звала по имени. Мне казалось, что вот она где-то сидит. Где-то вот сейчас, да, и времени так много прошло, и бывают случаи. Да, просто испугалась, и потом, когда оказалось, что всё-таки вот так трагично всё это закончилось, ну, такой удар прям был на самом деле. После этого переварила и поняла для себя, что ну, нет, так нельзя. И когда вот уже был поиск утонувшего ребёнка, мы уже знали заранее, понимали, что он утонул, да. Тоже я старалась, что ну, не нужно прям прикипать к этому всему. Старалась как-то вот, ну, какую-то стену, что ли, выстрелила внутри себя. Да, делала, делала. Знаешь, мне очень понравилось, когда к нам на Ярослава, Ярослава когда мы искали, приезжал Антон из Самары, из Добротворца, и мы ходили с ним, в одном экипаже, скажем так, работали, и он сказал такую фразу, которая мне очень понравилась. У нас стоит задача сейчас не найти ребёнка на заданном квадрате, а у нас стоит задача хорошо пройти этот квадрат и понять, что он здесь либо есть, либо его здесь нет. Мне тоже это запомнилось, кстати, тоже как за правило, что, да, твоя задача ни во что бы ты не стала найти, а действительно отработать свою задачу ответственно, у тебя сказали здесь. И на 100% знать, что я прошла, а здесь нет, да, поэтому очень часто у нас бывает на поисках, да, вот сколько раз мы уже на это ловились, там за 13 лет, когда там прошли, там местные прошли, там полиция прошла, вот всегда нужно самим пройти, чтобы понять, что да, там никого нет, потому что бывали случаи, когда кто-то прошёл, а потом оказывалось, что мы туда не пошли, а надо было идти. Много таких случаев, да. Настя, а раз уж мы заговорили о детях, вот у тебя двое детей, дети, ну, маленькие ещё, то есть школьники, как тебе удаётся совмещать, потому что, ну, ты бываешь на поисках достаточно часто, ну, практически на всех, вот как удаётся? Ну, в первую очередь мне помогают бабушки, это моя мама, это также моя свекровь, мама моя разделяет моё, скажем так, увлечение, если это можно назвать, то есть она гордится, я бы сказала, ей приятно, что этим занимаюсь, она очень любит ребят, с кем лично знакомы, вот в нашем отряде, она очень уважает, и она рада, что такие люди окружают меня, поэтому не возникает вопросов, если мне нужно уехать на поиск и оставить ребёнка. Плюс я ещё мало сплю. Плюс я ещё мало сплю. Ну, то есть всё равно ты чем-то жертвуешь, в любом случае, вот, я не могу сказать, что прям жертвусь семьёй, но я могу пожертвовать сном, например. Я бы хотела мало есть, например. Ну, здесь тоже порой приходится, да. Ну, вот как-то так, плюс моя работа мне тоже позволяет, я сама себе хозяйка. Кстати, кем работает девушка, которая любит ходить по лесу и искать пропавших? Я по образованию учитель английского языка, у меня своя мини-студия, в которой я сама же преподаю, то есть я могу, ну, это, конечно, часто делать нельзя, но когда-то перенести занятия, когда-то отменить, или, ну, то есть здесь достаточно, у меня такой, может быть, гиркий график, то есть я сама себе подчиняюсь. Это тоже очень удобно. Вот такие интеллигентные, красивые и умные девушки есть у нас в отряде Оренспас. Так что приходите к нам, с удовольствием примем новичков, с удовольствием обучим, научим, поможем, если есть желание помогать, если есть желание, милости просим. Настя, спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла. Я очень рада была тебя видеть. Я напомню, что это был подкаст «Найти живым», проект о поисках и человеческих судьбах. В студии были Ирина Зацепина и координатор поисково-спасательного отряда Оренспас Анастасия Скворцова. В описании мы оставим ссылки на соцсети поискового отряда и проекта «Оренбург Медиа». Там вы можете найти всю необходимую информацию о поисках, оставить заявку на поиск в случае пропажи человека, задать интересующие вопросы и при желании вступить к нам в отряд. Подкаст доступен на всех подкаст-платформах, а также ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках и на YouTube. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Будем рады общению. Ну и не забывайте, что круглосуточный дежурный номер поисково-спасательного отряда Оренспас 222-982.